Десятки спортсменов, имеющих определенные ограничения в передвижении, нарушении слуха и зрения, собрались 29 и 30 мая в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник». Здесь в 40-й раз состоялись областные спортивные игры среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот опыт проведения спартакиады людей с ограниченными возможностями здоровья, он один из немногих, который сохранился в стране. Очень важно сохранять то количество районов, которые у нас занимаются с инвалидами, потому что не все, к сожалению, районы эту работу организовывают на таком высоком уровне, чтобы представлять себя командами. Но я уверен, что мы еще приложим очень много усилий для того, чтобы расширить и количество людей, привлеченных к регулярным занятиям спортом в сфере людей с ограниченными возможностями. И будем с каждым годом более интересно проводить эти соревнования, потому что это тоже очень важный фактор, который стимулировал бы людей и к спортивным результатам прежде всего, и к использованию спорта и физической культуры как средство реабилитации. Любое занятие физической культуры, не говоря уже об адаптивном спорте, неважно какой это вид, оно безусловно полезно для здоровья. Те виды спорта, которые представлены на данном празднике, они пользуются наибольшей популярностью, привлекают большее количество людей по разным причинам, и в плане развития физических качеств, и в плане материально-технического оснащения. Поэтому они, безусловно, популярны и полезны для здоровья. Одной из основных задач проведения летних областных спортивных игр является выявление сильнейших спортсменов сельских районов с целью отбора состав сборной команды Омской области для участия во всероссийских соревнованиях. Владимир Андрющенко, участник пролимпийских игр в Лондоне, на Спартакиаде представляет Таврический район. Эти старты считает важными и старается не пропускать. Стараемся держать себя в форме, во-первых, выступать. Пример для подражания. Люди смотрят, спортсмены, кто новенький, кто уже, может, закончил. Вот поэтому тренируемся, ну и вообще готовимся к Олимпиаде в Токии. Помимо несомненного оздоровительного эффекта от спортивных состязаний, представители всех, без исключения команд, получают кое-что еще. Что-то очень важное. Легкая атлетика, настольный теннис, все это, легкая атлетика, считайте, это движение, настольный теннис, координация, все это помогает людям, конечно. Это надо заниматься. А особенно надо привлекать, стараться более молодое поколение, которое вот инвалиды. В данный момент, мне кажется, они более стесняются еще люди у нас некоторые. Так что надо вот стараться как-то их привлекать. Конечно, это, да, спортсмены для меня не первое, но здесь мы общаемся, встречаемся, потому что мы все друг друга знаем. Мы как одна большая семья. По итогам спортивной программы в общем зачете соревнований определились новые лидеры. Причем каждая команда из призовой тройки показала свои лучшие результаты за всю историю стартов. Бронза у сборной Омского района, нововаршавцы вторые, чемпионы спартакиады, атлеты Калачинска. Никогда не сдавайся, ты увидишь, как сдаются другие. Большей степени для себя. То есть, чем ты больше стараешься, тем тебе интереснее. Ребята собираются, все молодцы, все красавцы, какие проблемы у всех. И все бегают. Все стараются, вы же видите, на финише как выкладываются. Он идти-то еле ходит, а он бежит. Очки, которые заработали команды на спартакиаде, пойдут также в зачет 49-го областного спортивно-культурного праздника Королева спорта «Русская поляна-2019». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова